всем привет с вами екатерина добро пожаловать на мой канал и в этом видео хочу рассказать вам о своих новых книжных покупках данное видео я назову скорее всего мои книжные покупки весна лета 2024 но плюс-минус может быть какую-то книгу я купила зимой может быть летом может весной точно не помню потому что книг я покупаю в принципе ну приличное количество вот буквально сегодня шесть штук получила заказ новые абсолютно книги поэтому буду показывать да что-то из этого я уже прочитала что-то я в аудио формате послушала и решила непременно в бумажной версии приобрести поэтому я надеюсь что вам будет интересно посмотреть расскажу я вам сегодня о 15 совершенно разных книгах это будут какие-то и мотивационные книги книги по психологии личности по нлп практикам и художественная литература тоже конечно же вот данное видео носит исключительно ознакомительный характер видео не заказное никто из издательств ничего мне на рекламу не предоставлял то есть это никакой не бартер это лично мои покупки так что данное видео не является рекламой если вы любите читать то я думаю что вы проведете это время со мной с удовольствием видео будет долгим я думаю на полчасика наверно точно затянется потому что 15 книг а каждый пока расскажу если вы торопитесь то вы можете нажать вот здесь вот на шестеренку настройки и просто поменять скорость воспроизведения видео например на 2 на полтора и видео будет быстрее идти вот и так устраивайтесь поудобнее и давайте начнем после просмотра видео напишите пожалуйста какая книга вам понравилась больше какую какая вас заинтересовала какую вы хотели бы прочитать и напишите или напишите какие ваши любимые книги что вы любите больше всего читать до художественную литературу или напишите какая ваша любимая книга чтобы я бы я понимала что моя аудитория мои зрители больше всего читают и читают ли я надеюсь на это очень да вот я обожаю бумажные книги обожаю аромат новых страничек новой бумаги обожаю тактильно до трогать бумагу обожаю книги с хорошей классной плотной бумагой с качественной печатью с крутыми шрифтами с потрясающими иллюстрациями вот как здесь например да вот акварельными это же вообще восторг и так первое что вы можете уже видеть эта книга большая панда и маленький дракон как сейчас помню данную книгу я приобрела за 820 рублей со скидкой в лабиринте опять же не реклама все названия магазинов которые я буду сегодня говорить где я покупала книги там фикс прайс вайлберис да там или еще что-то опять же это не является рекламой это просто буду я вам рассказывать где я что купила и все вот в общем эту книгу я купила со скидкой за 820 рублей на лабиринте весной подарочек был такой на 8 марта я сама себе да порадовала себя данной книги я узнала с ютюба также когда смотрела книжный дайджест валентины паевской если вы не знаете кто это вы можете просто погуглить тоже опять же не реклама но человек который ну пользуется для меня лично да ну авторитетом у меня в какой-то мере вот очень классная девушка к ее ну у нас часто мнение совпадают с ней да и вот ну что-то я допустим куплю да и она рассказывает думала как здорово у нас одинаковый вкус и так далее то есть я в принципе ну во многих вопросах с ней согласна и вот узнал от валентины о такой замечательной книге это издательство ман иванов фербер автор джеймс норбуре книга большая панда маленький дракон медитативная история путь к себе вот описание данной книги вы можете сделать скриншот или поставить на паузу почитать очень классное оформление твердая обложка здесь вот так вот все переливается но купила не на маркетплейсах купила именно у официального представителя издательства до в лабиринте и что вы думаете здесь должна была быть вот такая же вот видите как вот здесь корешок то здесь должна была быть такая же атласная закладка лясе чтобы вы вот читаете заложили пару страничек прочитали заложили то есть данная книга она читается неспешно неспешно медитативная история о смысле и счастье вот данная книга посвящается тем кто ищет свой путь вот вот такие вот фразы потрясающей иллюстрации например будь храбрым никогда не знаешь к чему приведет первая встреча вот утром вы например да как валентина рекомендует за чашкой кофе эту шикарную книгу берете в руки открываете читаете вот такую фразу и думаете над ней например за завтраком или в течение всего дня вот но книга вот реально крутая если у вас есть читающие друзья да вот ну то есть книга наполнена философским смыслом о смысле бытия о счастье о пути и так далее то есть очень хорошая книга я просто рада что она у меня есть потрясающая вот быть может вы они не знали то есть в качестве подарка для себя любимого любимой или в качестве подарка также читающим знакомым близким рекомендую классная но вот прям расстройство что пришла не знаю почему пришла без закладки хотя она там должна быть не знаю в общем одну книгу показала уже 7 минут видео прошло я же говорю что то есть краткость это не мой конек не мой талант так что рекомендую в общем отличное оформление и бумага шикарная в общем супер у данного издательства вообще книги все дорогие так что в принципе для мифа ну вот со скидкой 820 рублей купила ну на маркетплейсе можно купить дешевле ну вот я видела но я хотела именно в официальном как бы до магазине оригинал купить ну в общем вот так вот по размеру она вот такая следующая книга это как раз таки книга валентины паевской о которой я только что упоминала это ее новая книга которая называется инструкция к себе вышла она также у издательства ман иванов фербер создай жизнь которой хочется жить очень мне было интересно просто я вот ну захотелось что написала валентина так как у меня принципе она приятно интересно как специалист вот что нам пишет валентина да то есть когда вы сталкиваетесь с выгоранием неким у молодых родителей особенно у мамы это часто бывает также часто бывает у творческих людей да вот как блогеры например авторы и так далее вот валентина вот нам что пишет что данная книга поможет справиться с таким состоянием что когда вы давно не ощущали себя счастливым не понимаете куда исчезает энергия как ее восстановить вот что могу сказать книга дорогая печать качественная плотная ну плотная бумага но все равно то что написано на ну вот видите видно просвечивает вот в принципе книга хорошая особенно рекомендую ее для молодых людей юных не совсем для подростков но для молодых людей вот покажу оглавление тоже вы можете поставить на паузу и посмотреть о чем книга вот в принципе книга мне понравилось но очень есть такие моменты да валентина как человек финансово независимый и обеспеченный с ну видимо приличными доходами и советы дает в принципе наверное для людей под стать себе но к сожалению к сожалению не у всех людей есть такие доходы даже в крупных мегаполисах поэтому порой когда вот ну валентина дает советы например поехать пожить там в отеле пару-тройку ночей знаете такое поехал пожил в отеле пару-тройку ночи или сходил в ресторан так раз пошел в ресторан и посмотрел там какой там интерьер ну вот то есть для меня конечно это немножко вот как бы так себе да такая себе история вот а так в принципе книга неплохая то есть я ее могу в 4 звезды оценить если бы не вот такие вот советы то как бы и ничего вроде то есть ну стоит почитать и перечитывать то есть я рада что я ее приобрела в ну 213 страниц я рада что она у меня есть бумажной версии буду перечитывать дальше книга которая очень мне понравилась и оформление и вообще все в ней эта книга как быть счастливым вот автор не буду ой потрясающая вообще книга я вообще просто очень рада что она у меня есть она такая толстенькая формат а5 вот и из этой книги можно узнать как быть счастливым без причин как смотреть на жизнь проще спокойнее как управлять тревогой агрессии вредными привычками как заботиться о здоровье и самочувствии без лекарств в общем из этой книги мы узнаем полностью что такое счастье вот поставьте на паузу или сделайте скриншот очень хорошая бумага и здесь нам дается сто сто двадцать восемь советов как жить в любви и гармонии вот еще такое вот описание вот видите здесь прям вот советы так можно делать я надеюсь что можно делать до скриншоты ничего такого я не делаю просто вот для ознакомления чтобы вы знали что вообще в этой книге есть так я надеюсь что что-то у меня как-то объектив перевернулся я не знаю как я снимаю но переснимать уже возможности не будет так что как покажу так и покажу не знаю что-то у меня я снимаю без штатива с руки и что-то у меня видоискатель в общем перевернулся ну да ладно вот в общем эту книгу прям рекомендую она такая толстенькая классная здесь классные иллюстрации такие позитивные прям вот с удовольствием знаете за чашечкой кофе чая с утра за завтраком в общем неспешно читать и вдумываться обязательно вдумываться очень хорошая книга поехали дальше вот такие вот две книги приобрела от джо витале джо витале и доктор и халиакара хьюлин автор вот этой книги жизнь без ограничений и потом вот вышла еще книгу джо витале вот такая вот никаких ограничений все тайны поиска чудес помощью секретной гавайской системы джо витале автор из сша познакомился с такой практикой благодарности которая называется хапона пона или хапу хапона пона в общем кто как говорит но я говорю хапона пона вот и обучил этой практике гавайский доктор или ахакала хьюлин и халиакала хьюлин вот надеюсь я по гавайски не очень вот но это настолько потрясающая книга которая да в в какой-то мере вот и изменила вообще мою жизнь и много чего это секретная гавайской системы для приобретения здоровья богатства любви счастья но вот хапона пона представляет собой бесценный дар который позволяет найти и установить контакт с господом внутри себя а также научиться очищать свои мысли слова действия поступки по сути это процесс освобождения полного освобождения от прошлого это практика очищает подсознание от блокирующих установок помогает этот метод помогает избавиться скрытых программ не позволяющих вам реализовать свои желания относительно здоровья счастья богатства или чего нибудь еще все в общем смысл то в том что все происходит нашей голове это обалденная просто практика друзья это практика благодарности что такое хапона пона это четыре фразы мы просто бесконечное количество раз внутри себя повторяем четыре фразы я люблю тебя я благодарю тебя мне очень жаль прости меня вот эта книга полностью изменила мировоззрение сотен тысяч людей по всему миру это действительно так в общем сейчас эта книга я гонялась за ней очень долго я на авито искала везде искала вот и на наконец-то сейчас вот эти книги они появились на wildberries очень вам рекомендую друзья также эту книгу можно на просторах интернета послушать в аудио формате вот если не получится у вас найти в аудио формате но вам интересно можно даже на youtube вот забейте в поиске книга джо виталей жизнь без ограничений и там есть чтецы которые просто начитывают эту книгу просто читают ее вот но я просто вообще в восторге это обязательно книга должна быть у каждого я так считаю просто потрясающе вот эта практика она знаете в трудные времена очень помогает очень вот а это вот тоже я купила еще новую книгу данного автора буду с удовольствием читать еще не читала вот а вот эту я слушала в аудио формате буду теперь читать в бумаге вот буквально недавно я их купила очень классные следующая книга которую я увидела и обалдела просто эта книга я ее купила фикс прайсе за 199 рублей просто шок я ее читал я ее слушала в подкасте в букмете зоопарк в твоей голове называется здесь 25 описаны психологических синдромов которые мешают нам жить вы слышали наверное о таких синдромах как синдром отличницы синдром самозванца и так далее на самом деле таких синдромов 25 и здесь в этой книге описываются что такое синдромы да то есть не все же люди знакомые с психологией вот здесь как раз таки описываются все синдромы и вы знаете на самом деле я когда слушала подкаст вот здесь разные психологи то есть каждый психолог про разный синдром рассказывает вот например Михаил Лапковский знаменитый рассказывает про синдром уточки а Татьяна Мужицкая про синдром эмоционального выгорания Ольга Берг про синдром Дариана Грея вот и так далее Роман Доронин про синдром отличника рассказывает синдром сбитого летчика и так далее Галина Петракова про депрессивный синдром и всего таких синдромов 25 вот очень рекомендую очень мне очень было интересно я ее слушала в подкасте и вот решила увидела когда просто в фиксе не задумываясь схватила вот еще в фиксе я знаете какую книгу покупала что-то не так с гелвинами это книга про шизофрению тоже я ее в фикс прайсе купила за 299 рублей у нее точно такое же оформление вот такая вот она мягкая вот такой формат мне тоже было очень очень интересно я не буду вам ее уже показывать как бы да но вот тоже в фикс прайсе бывают такие крутые книги вот зоопарк в твоей голове это хорошая в принципе гладкая бумага издательство тоже вот бомбора еще одна книга от бомборы это роман с самим собой тоже увидела и схватила не задумываясь книги Татьяны Мужицкой это знаменитый психолог и бизнес тренер Татьяна Мужицкая она психолог NLP NLP это что это нейролингвистическое программирование то есть психологи бывают разные да вот Татьяна Мужицкая она NLP психолог она как бы практикующий психолог вот и данная книга она помогает нам уравновесить внутреннее Ян и Инь и не отвлекаться на всякую хрень вот так вот вот на самом деле данная книга позволяет разобраться в себе здесь к сожалению газетная шершавая бумага но тем не менее она от этого хуже не становится в общем рекомендую я вам рекомендую во-первых если вы не знакомы с Татьяной посмотреть ее видео на YouTube а также послушайте ее книги на Литрес в ее исполнении вот если бы например мой любимый Андрей Курпатов сам бы озвучивал свои книги аудио я бы с удовольствием просто с упоением бы заслушивалась как я заслушивалась мужицкой то есть когда автор сам читает книги свои это просто дорогого стоит потрясающий светлый позитивный человек неунывающий Татьяна Мужицкая просто обожаю и вам советую вот эта книга очень классная вот рекомендую прочтению следующая книга которую я тоже купила фикс прайсе это тоже бомбора обалденное оформление она была затянута в пленочку куриный бульон нет я вру это не фикс прайс это вайлберис увидела посмотрите здесь золото куриный бульон для души 101 история о самом чудесном времени в году я ни разу не читала в этой серии вот куриный бульон ничего поэтому данную книгу купила для ознакомления ну и конечно же буду читать ее зимой в декабре вот вот так что можете поставить на паузу и почитать ознакомиться с описанием хорошая бумага гладкая вот и здесь еще есть вот какие еще есть бульоны куриные о животных истории для детей для души и так далее все будет хорошо это вот мотивация и так далее вот дальше ну и вроде так вот по психологии уже все теперь нонфикшн литература книга которую вот буквально я прочитала в отпуске от автора Гэнки Кавамура не буду рассказывать о чем книга друзья поставьте пожалуйста на паузу или сделайте скриншот в этой книге это на Вайлберис я купила здесь шершавая газетная бумага очень жалею что мне не попалась книга в твердой обложке очень хорошая книга очень хорошая заставляет задуматься вообще о смысле жизни зачем мы живем на этом свете да идет в книге повествование о потере примирения непростом выборе человека и его попытках понять что в жизни действительно важно то есть люди которые не не были в такой ситуации когда они переосмысливают свою жизнь да вот когда например люди серьезно болеют находятся на грани жизни и смерти тогда люди переосмысливают много над многим задумываются вообще для чего они жили и так далее вот эта книга помогает задуматься о таких вещах то есть не дожидаясь того момента когда да вот придет такое время что придется ну придется задуматься хорошая книга вот реально стоит прочитать рекомендую Гэнки Кавамура это японский автор издательство бомбора вот и так меня зацепила эта книга что я стала искать что-то еще этого автора но захотела непременно в бума в твердой обложке купить вот сегодня получила с Вайлберис за 452 рубля купила и не жалею о покупке потрясающая книга обалденно гладкая бумага шикарная вот вот описание ставьте на паузу читайте пожалуйста вот буду читать с удовольствием тоже здесь мама главного героя больна Альцгеймером и она затухает уходит вот ну тоже вот к сожалению никто в этой жизни не застрахован да книга называется сотня цветов Гэнки Кавамура также эта книга продается и в мягкой обложке тоже можно в мягкой приобрести от японского автора Хиро Арикова приобрела вот такую книгу хроники странствующего кота очаровательный роман самодостаточный и уютный как сам кот вот это небольшая книга она тоненькая хорошая гладкая бумага эта книга мне понравилась это серия The Big Book от Азбуки вот тоже ставьте на паузу пожалуйста и знакомьтесь с описанием в общем после прочтения Гэнки Кавамура мне захотелось еще от японских авторов тоже также приобрела вот такую книгу Дверь в лето Роберта Хайнлайна известная книга здесь газетная такая уже шершавенькая бумага тоже серия The Big Book ну и тоже ставьте пожалуйста на паузу и знакомьтесь с описанием если вас заинтересовало эти книги просто я только сегодня получила здесь шершавая тоже бумага газетная не очень такую люблю но цена там 200 с копейками рублей нормально вот быстро показываю эти книги потому что я их еще не читала я только сегодня получила заказ хорошая очень приятная обложка такая soft touch это Харуки Мураками знаменитый роман норвежский лес вот сейчас я вам покажу описание данной книги потому что ну толком его нигде нет вот можно сделать скриншот почитайте здесь хорошая гладкая бумага приятная Харуки Мураками это очень известный да японский писатель я не особо являюсь там фанатом творчества Мураками но захотелось мне вот эту книгу прочитать следующая книга тоже из серии The Big Book от Азбуки это Лоран Гунель День когда я научился жить это книга тоже о смысле жизни да жизнь слишком коротка чтобы жаловаться на разочарование жизнь это непрерывное движение Гунель объясняет нам основные принципы необходимые для того чтобы сделать нашу жизнь лучше заставляет нас задаться вопросами о нашем отношении к другим и себе вот буду читать и последняя книга вот такая малышка у меня уже кончается время может видео прерваться так что предупреждаю если что эта книга кофе на краю земли известные книги от Джона Стрелеки как перестать плыть по течению вспомнить зачем ты живешь вот такая вот малышка совсем маленькая вот можно тоже сделать скриншот вот хорошая книжка маленькая но очень качественная от бомборы вот на этом все друзья вот такие вот у меня книжные покупки весна-лето 2024 пишите пожалуйста комментарии что вы читали что хотели бы прочитать что вам понравилось больше всего из того что я вам показала по ну судя по описанию да нравится ли вам вот такая вот нон-фикшн литература или вы предпочитаете художественную больше или книги по психологии ну пишите что вы любите читать больше всего мне будет интересно почитать комментарии и напишите интересно ли вам смотреть такие видео вот я такой человек знаете я не смотрю книжных блогеров могу вам сказать честно вот то что вот я вам сегодня показала это лично мой выбор да вот я что-то увидела услышала да вот аудиокниги какие-то попалась обложка на глаза симпатичная зацепила стала описание читать то-сё да вот или вот например прочитала да вот тоже случайно увидела обложку на вайлберес купила книгу взяла в отпуск прочитала все зацепила ага увидела какой-то вот ассоциация вот это с этой обложкой заинтересовала купила прочитаю интересно японский автор японский автор у них другой менталитет не такой как у нас тоже интересно вот у меня нет знаете как я узнала что оказывается вот эти книги они очень популярны так же как и многие ну вот да вот например как вот думаю богатей например вот вот их стивен кови так же про высокоэффективных людей когда все зачитывались этими книгами я ими не зачитывалась или например когда все читали код да винчи дэна брауна да просто поголовно там везде в метро везде на отдыхе везде 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 люди читали дэна брауна в разных странах и в разных городах я не читала я прочитала этот роман там допустим спустя пять лет после того как он вышел вот то есть у меня нету такой вот знаете стадности то есть ага если там вот все слушают вот это и я буду это слушать и читают вот это вот это вот там хит продаж или бестселлер и то и мне надо не я так не делаю я наоборот когда шумиха утихла вот эти все спойлеры или например там все смотрят сериал там там как там слово пацана да смотрели все там я не смотрел честно могу сказать или игра престолов да все смотрели я посмотрела через там несколько лет только игра престолов и зато так кайфанула все сезоны сразу вот то есть у меня нету такой стадности что вот все и я тоже нет я вот вот об этом обо всем сериалы там книги и все остальное узнаю чисто вот сама по себе случайно можно так сказать ну либо там по рекомендации допустим там знакомых каких-то да ну и то редко сейчас нельзя грамм недоступен можно сказать я уже там больше двух лет не появляюсь поэтому раньше да я была подписана на книжных блогеров с удовольствием смотрела блоги читала обзоры отзывы очень любила сейчас нет я этого не делаю так что книги выбираю исключительно по зову так сказать сердца по зову души и по собственным вкусам и предпочтениям вот мои дорогие в общем наболтала вам почти уже там сорок минут тридцать пять так что надеюсь что видео без проблем зальется вот снимаю в 4к на новый смартфон поэтому надеюсь что качество видео должно быть хорошим чтобы вы могли смотреть и на телевизорах и на смартфонах надеюсь что проблем с качеством не будет вот в общем буду ждать ваших комментариев по поводу книг любите ли вы читать что читаете что из данных книг которые сегодня были в обзоре вас заинтересовало чтобы вы хотели почитать вот обратная связь это всегда очень важно и конечно же очень приятно для блогера поэтому буду ждать на этом все ставьте лайк если видео понравилось ставьте дизлайк если видео не понравилось все просто подписывайтесь на канал если еще не подписаны спасибо большое за то что провели это время со мной про подписку сказала нажимайте на колокольчик чтобы узнать о выходе моих новых видео ну и все желаю вам отличного настроения и будьте здоровы до новых встреч пока пока